здравствуйте дорогие гости и подписчики нашего канала как правильно убить в сегодня я хочу вам рассказать о французском фильме который мне неожиданно понравился называется он убийство в правы не фильм действительно очень неплохой во первых мне понравился сам антураж мне понравилась атмосфера этого фильма фильм действительно снят в правы не это провинция шампань очень знаковая старой франции место и поэтому все вот эти вот старинные дома вот эти вот улицы окруженные каменными серыми старинными стенами строение склады какие-то совершенно сумасшедшие подземные лабиринты и переходы причем до сих пор действующие нужно отдать должное французам вся вот эта вот старинная вся эта антикварная архитектура 12 14 16 веков сохранена просто в идеальном виде и в этой вот совершенно потрясающей атмосфере разворачиваются события этого фильма речь пойдет о театральной труппе несколько актеров во главе с режиссером занимаются тем что реконструируют какие-то исторические события то есть берется какая-то дата какое-то событие поднимаются документы пишется сценарий и потом очень тщательно репетируется для того чтобы в определенную дату в определенном месте разыграть перед зрителями какую-то историческую сценку очень близко к тому описанию которая есть в исторических документах но понятно что как бы хорошо не было от репетирована эта реконструкция все равно зрители они становятся действующими лицами происходящего все равно зрители они имеют возможность присутствовать здесь и сейчас во время вот этого действа и так в тот день когда эдмонд горбун принял алую розу ланкастеров которая стала потом гербом города на театральной площади начал разворачиваться некое действие спектакль во время которого главному герою подбежал человек в маске и нанес ему удар ножом естественно все зрители присутствовали при этом это был такой некий перформанс зрители были очень близко от разворачивающегося действия и все это видели со всеми подробностями среди зрителей была карина капитан полиции она пришла на этот спектакль вместе со своим маленьким сыном и соответственно поскольку она была свидетелем поскольку она имела возможность наблюдать весь спектакль она имела возможность наблюдать за актерами и соответственно за зрителями то за теми людьми, кто при этом присутствовал, ей поручают это расследование. Но французы не были бы французами, если бы в детективный фильм не подмешали любви, если бы они не подмешали какой-то психологии семейной. Ее бывший муж, с которым она не живет уже длительное время, но тем не менее, насколько я помню, они еще не разведены, находятся только в стадии развода. Ее бывший муж Патрик, он тоже ей добавляется в пару, и они должны вместе расследовать вот это вот несостоявшееся убийство, покушение на убийство. И, соответственно, с этой минуты фильм начинает разворачиваться в двух направлениях. Первое направление – это, собственно, детектив. И второе направление – это взаимоотношения Карины и Патрика. Детектив интересный, детектив прописан неплохо, тем более, если учесть, что все вот эти вот старые кривые улочки, все вот эти вот музеи, в которых хранятся старинное оружие, карты старого города, карты подземного города, все вот эти вот лабиринты – это все такие совершенно реальные в настоящем, в реальном времени декорации для этого детектива. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. И вторая драматическая линия – это взаимоотношения между людьми. Вот этот вот режиссер, которого ранили во время спектакля, его зовут Тома, он выжил, его удалось спасти, он достаточно быстро пришел в себя и вернулся на съемочную площадку для того, чтобы продолжать репетиции. Полицейские прекрасно понимают, что если один раз уже была совершена попытка его убить, значит, его попытаются убить снова. И поэтому стараются быть как можно ближе к этой театральной труппе и как можно тщательнее наблюдать за людьми, которые тоже находятся рядом. И становится, в общем-то, понятно, что вот этот вот режиссер и актер Тома – человек крайне неприятный. Человек, имеющий нарциссическое отклонение в своем поведении, человек циничный, но при этом необыкновенно харизматичный. Его жестокость порой граничит с каким-то психотоническим отклонением. Ему очень нравится издеваться над людьми, ему очень нравится подавлять людей, им очень нравится, когда человек чувствует свое ничтожество. Ну и прибавьте к этому еще старинную легенду об ордене рыцарей-тамплиеров, о рыцарском ордене, который существовал в этих стенах. Потом как бы его уничтожили, но выясняется, что, конечно же, не уничтожили. И где-то вот в подземных городах старой Франции еще сохранились остатки этого рыцарского ордена, которые до сих пор блюдут свои интересы и хранят свои тайны. Я не буду вам подробно рассказывать об этом убийстве, об этом расследовании. Поглядите фильм «Убийство в Паровыне». Я хочу сказать здесь немножко о другом. Я хочу поговорить несколько минут о психологической составляющей этой семейной пары, Карины и Патрика. Они расстались, потому что Патрик ей изменил. И она не смогла этого простить, она не смогла этого перенести. Поэтому сейчас, в данный момент, решается вопрос, что они разведутся и, в общем-то, перестанут видеться совершенно. Карина принимает ухаживание другого мужчины, криминалиста из их же психологии, полицейского отдела. Этот человек имеет виды на Карину. И как бы у них все начинает уже складываться. И вот в этот самый момент вот так вот не кстати подворачивается это совместное расследование. И вот здесь вот я хочу поговорить о такой штуке. Измена – это достаточно тяжелый момент в жизни каждого человека. Я сейчас не буду рассуждать о полигамии, о том, что она заложена в человеке биологически, что человек изначально полигамин, что есть куча причин для измен. Если хотите, пишите в комментариях, я посвящу этому отдельный ролик. Сейчас я хочу поговорить об измене как манипуляции. У каждой измены и у любого девиантного действия есть две причины. Это внешнее и внутреннее. Это некая общая постановка и установка. Внутренняя причина – это внутриличностный конфликт, когда человеку плохо самому с собой. Когда у человека конфликт с собственным «я», когда человек что-то должен переосмыслить, что-то пережить, что-то обдумать. И поэтому в такие минуты внутреннего конфликта, когда человек пересобирает свою внутреннюю реальность, переоценивает свои ценности, по-другому пытается посмотреть на свою жизнь, да, случается и такое, что он вступает в беспорядочные половые связи. Или наоборот, спонтанно влюбляется в какого-то одного человека и зацикливается на нем, и находит в нем какие-то ответы на свои вопросы, отрабатывает какие-то свои психокомплексы. Такое случается. Это измена, которая вызвана внутренними причинами внутреннего конфликта. Есть причина внешняя – это уже кризис отношений, кризис семейных отношений. И именно вот о таком кризисе идет речь в фильме «Убийство в паровыне». Карина слишком хороша, она слишком успешный полицейский, она капитан полиции, она слишком много времени проводит в участке. У нее потрясающая раскрываемость, ее очень любят коллеги полицейские. И Патрик остается один. Этакий муж, который все время ждет жену со службы. Муж, который видит, что жена очень успешна. Муж, который видит, что его женой восхищаются. И который понимает, что жена все свое время, все свои силы отдает раскрытию преступлений. И вот здесь происходит вот эта самая измена-манипуляция, когда человек показывает, да, ты успешна, но посмотри, я тоже что-то стою. Меня тоже кто-то любит, мной тоже кто-то восхищается, меня тоже кто-то хочет. Я тоже успешен. И он вот этой изменой старается сделать больно своей супруге для того, чтобы она в момент вот этого конфликта переоценила какие-то свои ценности. Эта измена принесла много боли Патрику и Карине. И хотя они готовятся к разводу, понятно, что чувства между ними не остыли. Для них этот вопрос очень болезненный. И не буду рассказывать, чем закончилось дело, кого предпочла Карина, смогли ли они наконец поговорить, все это обсудить и вернуться друг к другу. Это я рассказывать не буду, поглядите фильм. Я хочу сказать об другой измене, которая происходила практически параллельно в этом фильме. Вот этот вот режиссер Тамана, которого было совершено покушение, человек-нарцисс, человек самовлюбленный, человек жестокий, человек, который манипулирует людьми и их чувствами. Вот для него измена. Это совсем другого рода манипуляция. Вообще социопаты и нарциссы, они очень часто применяют такую манипуляцию, которая называется триангуляция, то есть привлечение третьей стороны. И поэтому они заводят любовника, а то и двух. И что происходит? Сталкивая лбами своих сексуальных партнеров, они заставляют их конкурировать. И тут происходит, в общем-то, вещь труднообъяснимая. Вместо того, чтобы наказать человека ветреного, человека зарвавшегося, человека зажравшегося, человека, который позволяет себе спать с несколькими людьми одновременно, вместо того, чтобы бросить его и уйти, люди действительно начинают конкурировать. Они начинают бороться за его внимание, бороться за его чувства. Вот это, конечно, совершенно другая измена, на которой, собственно, и была построена детективная составляющая этого фильма. Еще раз повторяю, фильм «Убийство в Провене» французского режиссера Оливье Дорана. Посмотрите, очень рекомендую.